Здравствуйте! Егор Летов. Честным признаюсь, не собирался я возвращаться к этой теме. И отнюдь не потому, что всё сказано. Сказать всего невозможно. Но так получилось. Ролики о Летове я написал достаточно давно. А тут вдруг подоспел юбилей. Десять лет со дня смерти. И народ стал заглядывать в эти ролики. Начали писать. Много писать. Разное. И я так уж привык реагировать на то, что мне пишут. Я даже подумал сделать что-то вроде ответов на вопросы. Но потом решил, что нет. Что это будут, конечно, ответы на вопросы, на посты. Но, тем не менее, содержание этого ролика, который вот сейчас я начинаю снимать, я всё-таки полагаю, будет несколько иным. Ну, надеюсь, вы, во-первых, прочитали заголовок. И там, видите, ещё раз о Егоре Летове. Или всё идёт по плану. Всё идёт по плану. Это одна из песен, которые спел Егор. Ну, тут я пытался выяснить точно дату, когда она была написана. Вроде в 86-м, а исполнил в 88-м. Ну, ладно, если я тут где-то даже и ошибся, то вы мне простите. Во всяком случае, время более-менее обозначено. А выбрал я этот текст не случайно. И сейчас вы увидите, почему. Ну, во-первых, потому что я его не разбирал в том вот разборе, который делал до этого. А, во-вторых, на мой взгляд, он наполнен таким смыслом, таким содержанием, которое есть смысл вот сейчас оживить. Ну, вы видите, справа от меня опять доска. Сейчас я на ней поставил портрет Егора. Но доска эта останется. И потом портрет я уберу. Потому что там захочу кое-что написать. Но я думаю, что доска нам не очень мешает. Пока буду просто вот рассказывать. Границы ключ переломлен пополам. А наш батюшка Ленин совсем усоп. Он разложился на плесень и на липовый лед. А перестройка все идет и идет по плану. А вся грязь превратилась в голый лед. И все идет по плану. Ну, кто помнит, что происходило в тот период. Я уже назвал даты 86-88 год. Перелом, страна, меняется на глазах. Происходит что-то невероятное. Ну, если вы думаете, что только один Егор на это реагировал, то на самом деле нет. Я себе, видите, тут еще кое-что выписал. Вот Янка Дягилева, например. Был у нее такой текст, такая песня «Я голову несу». 87-й год. То есть приблизительно тогда же. Молчащий миллион немыслимых фамилий. Мелодия молитв просмоленных молвой. Малиновый мелок на молот заменили. Неровный рвущий рев на равнодушный вой. Вот так она реагирует на те же самые события. Ну, и про Сашу Баслачеву я вам рассказывал. А у него вот такой текст. Давай с жевательной резинкой залепим дыры наших ран. Разбив любимые пластинки, уткнемся в голубой экран. Шуты фигляры и пророки сегодня носят фендера, Чтобы воспеть в тяжелом роте интриги скотного двора. Ну, у Саши тут явный отсыл. Что такое? Интриги скотного двора. Ну, это Джордж Орлен. Это скотный двор. Кто читал, тот эту ассоциацию сразу уловил. Ну, кто не читал, как-нибудь я расскажу. Оборвали в другой раз. Сейчас не хочу отвлекаться. Но я сейчас вернусь опять к Летову. Я не закончил еще с его текстом. Просто события, жизнь, что происходило. И вот люди, у которых рвалось из души, которые видели все это. В данном случае я говорю о поэках. Ну, кто-то мне скажет, что Егор Летов это не поэзия, это нечто другое. Об этом я еще скажу несколько слов. А моя судьба захотела на покой. Я обещал ей не участвовать в военной игре. Но на фуражке на моей серп и молот и звезда. Как это трогательно. Серп и молот и звезда. Лихой фонарь ожидания мотается. И все идет по плану. К этому по плану тоже вернусь. Но мне снова хочется процитировать, кроме Егора и других. Снова сошлюсь на Сашу Башлачева. Ведь совсем не важно, от чего помрешь. Ведь куда важнее, для чего родился. А для чего родился. Ух, какой вопрос. А вот Янг так напишет. Пропустите в мир стаи волчьи. Уступите путь сфоры гончей. Разойди стена черной полночью. Или дай мне стать лютой сволочью. И добавить-то нечего. А у Егора, а моей женой, накормили толпу. Мировым кулаком растоптали ей грудь. Всенародной свободой растерзали ей плоть. Так закопайте ее во Христе. Ведь все идет по плану. Ну, здесь прям пророчество какое-то. Моей женой накормили толпу. Ну, об отношениях Янки и Егора я рассказывал. А Янка Дягилю 9 мая 1991 года не стала Янки. До сих пор неизвестно почему. Официальная версия несчастный случай. Кто-то считает самоубийством. А кто-то считает, что убили ее. Ну, не буду сейчас возвращаться к этой теме. Так вот, закрыли это дело. Лень было милиции, милиции тогда еще, разбираться в истинных причинах гибели Янки. А вот у Егора, ну, как я уже сказал, пророчество, предвидение какое-то. Один лишь дедушка Ленин, хороший был вождь, а все другие остальные, только дерьмо. А все другие враги, такие дураки. Над родной, над отчизной бесноватый снег шел. Я купил журнал Корея. Там тоже хорошо. Там товарищ Тимирсен. Там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое. И все идет по плану. Ну, видите, я уже почти весь текст прочитал, а заканчивается он вот такими словами. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. Но опять не могу, чтобы Сашу Башлачеву сюда не вставить. Я вижу, как ложь превращается в страх. Это логичная метаморфоза. У Янки история, былинность, вот откуда все это пришло. А у Саши Башлачева это вот фиксация, такая серьезная фиксация происходящего. Кто-то мне скажет и окажется прав. Мне, кстати, много на эту тему писали, что я вот иногда слишком в лоб воспринимаю то, что говорит Летов. Что у него много ердничания, издевки. Согласен, абсолютно согласен. И вот этот текст, вот это все идет по плану. Именно так и было написано. Да он сам об этом говорил. Что хотел написать песню вот от простого советского вот человека. Такого спившегося, усталого. Ну, у него всякие несчастья в жизни. Там жена ушла. Что-то еще такое произошло. И вот он эту песню Летов преподносит, как вот поток сознания вот такого вот человека. Ну, я уже говорил о датах. Дело в том, что просто то, что вот я сумел разыскать, то вот он ее на втором рок-фестивале в Новосибирске исполнил, эту песню. Декая, Мечкала, ну, место, где это было. И там не просто ее исполнил, а она шла после другой песни «Страна дураков». И предварялось это таким выкриком, вот, хорошо жить в стране дураков тихо и тепло. В стране дураков всегда все идет по плану. Ну, там даже такое было, что там при коммунизме, наверное, вообще не будет КГБ. То есть некоторые строчки в этом тексте он заменял. Поэтому, если кто-то наткнулся на другой текст, вот, это все идет по плану, то возможны и такие варианты. Но, смотрите, я начал с того, что засыпали меня постами, вопросами, претензиями, упреками. Я сейчас доберусь до них. Для этого, собственно, я и выставил эту доску. И среди этих упреков было много таких, что, вот, дескать, а что, вот, собственно, создал сам Летов, что он во многом заимствовал, перетаскивал все это с Запада и даже перечислялось, вот, у кого что, ну, там, «Гаражный рок» или, там, скажем, какие-нибудь «Монкс», «Зе Соникс» и так далее. Ну, еще он очень любил Пинк Флойд, правда, до ухода Баронта, он сам об этом говорил. То есть это вот такая психоделия, да? Ну, не буду перечислять всех, у меня тут огромный список. Ну, вот, он, например, с огромным почтением относился, там, к Бобу Дилану или, там, к Нилу Янгу и прочее. Но я уже говорил об этом, ну, что приходится повторять. Дело в том, что, перекочевав на русскую почву, на российскую почву, все это видоизменилось. Видоизменилось настолько, что даже и сравнивать-то сложно. Ну, да, ну, вот кто там, скажем, скажет, Пинк Флойд, я назвал, с этими звуками невероятными, действительно, психоделия и прочее, то у Егора, да, он умышленно просто делал звучание вот такими размазанными, со всеми, там, этими фузами, там, и прочим. И заставлял динамики реветь уже так, что просто диффузоры не выдерживали. Ну, тут скажут, это вот тоже детская психоделия, но почерпнутая вот от гаражного рока, поскольку там, ну, не было хорошей такой технологии, техники у них, да и у Егора не было. На самом деле здесь еще и обстоятельства, конечно, играли огромную роль, поскольку, ну, не приглашали его на студии записываться, а потом, когда стали приглашать, он стал отказываться, а начинал-то с чего, все это делал дома, делал на допотопной советской технике, когда я просто просмотрел, какие магнитофоны у него там стояли, какие микрофоны были и прочее, то вообще остается только диву даваться, что вообще хоть что-то выходило. И то, что Егор все это сам сводил вот в нечто одно, не говоря о том, что просто исполнял сам за все инструменты, то он на барабане стучал, то он играл на гитаре, то там еще на чем-то и записывал все это в розницу, а потом уже на магнитофонах накладывал одно на другое. Говорил я об этом, не хочу повторяться, но то, что человек, ну, талантливый человек, о чем тут говорить, я нигде, по-моему, на этот счет не высказывал никаких сомнений. Но, ну, почему же все-таки я вернулся к теме Егора? Я уже сказал, масса постов. И еще, конечно, вот этот самый юбилей. Ну, раз говорю слово юбилей, надо даты назвать, да? Родился 10 сентября 64-го года в городе Омске, тогда СССР, а умер 19 февраля 2008-го. Ну, поверьте, если бы дело упиралось только в юбилей, я лично все, что делаю, никаким юбилеем не подгоняю. Мною движут, ну, какие-то совершенно иные соображения. Я попозже их чуть-чуть сформулирую, а тут вот, когда я увидел это слово юбилей, у меня в памяти Хулиокартаса всплыл. Любой юбилей – это врата, распахнутые для человеческой глупости. Вот так он сказал. И тут я с ним солидарен, поскольку, когда наблюдаешь за разного рода юбилеями, то очень часто вот ты приходишь к этой мысли, что действительно это врата для человеческой глупости. Да что такое юбилей? Ну, задумайтесь на минуту. Ну, да, вот мы придерживаемся десятиричной системы счисления, да? И поэтому, когда какое-то там число кончается на ноль, да, двухтысячный год, 2010-й, например, то, о, юбилей. А где-то случайность. Вот если Пифагора вспомнить, он придерживался других систем счисления, предлагал во всяком случае. А выбрали бы мы, скажем, семеричную систему, или еще какую-то. Ну, ведь что бы тогда получилось, да? Тогда на семерке должно было кончаться. Но не хочу я сейчас на эту тему. Я вот о чем. Дело в том, что я, как вы заметили, придерживаюсь и высказываю исключительно субъективную точку зрения. И когда на меня нападаешь, то вот ничего не понимаешь вообще. В эпоху Егора надо было жить, вот надо было пройти вместе с ним. И тогда, дескать, ты мог бы оценивать то, что он сделал. А вот ты, ну, дожил до своих 70 лет, старпер, короче. Откуда тебе понять вообще все это, что происходит в голове вот у молодежи, которая живет в это время и прочее. И вот когда я натыкаюсь на такие соображения, то мне в голову приходит тоже мысль. Помните, я в школе учился, все вы когда-то учились. А кто-то и сейчас учится. И вот помню, учитель стоит, учительница, и рассказывает, вот Лев Толстой. Ну, вот он там рассуждал о том, о сём, вот как общество должно быть устроено, вот, и прочее. Ну, вот, ошибался старик неправильно. Вот, потом Ленин появился, помню, написал Лев Толстой, как зеркало русской революции, и объяснил всё как надо. А вот Лев Толстой вот тоже дожил до седых волос и заблуждался. Я тогда по молодости лет, сидя за партой в классе, подумал, чёрт, побери. Вот ведь здорово. Он вот дожил до каких лет и дураком остался. А я нет всего ничего, а я уже всё понимаю. А почему я понимаю? А вот учительница сказала, всё объяснила. Ну, и Ленин объяснил, и прочее. А потом, когда сам дожил до седых волос, стал понимать, что как раз дурак не Толстой. А я был дураком тогда, когда, развесив уши, слушал учительницу. Потому что всё в жизни гораздо сложнее. Понимаете? И многие вещи начинаешь понимать с годами. Начинаешь переосмысливать совершенно иначе. Ведь смотрите, какая вещь. Можно, конечно, рассуждать. Вот я вырос в эту эпоху, это происходит сейчас. В мою эпоху тоже происходили разные вещи. Я к ним как-то относился. А потом уходит время. И начинаешь смотреть на это вот каким-то взглядом назад. И вдруг оказывается, что какие-то вещи, которые казались серьёзными, важными, значительными, как-то ушли. Стерлись. Не стало их. А какие-то остались. И вот именно те, которые остались, начинаешь переосмыслять. И иногда открываешь, что тогда вот, когда всё это было рядом с тобой, когда ты это мог вот так вот наблюдать, мог потрогать этого человека, послушать, что он говорит, пообщаться с ним, задать ему какие-то вопросы, услышать ответы. А ты вот упустил это, потому что те вопросы, которые надо было ему задать, ты не задал. А сегодня его уже нет. И вообще, ну, смотрите, песня такая была. Ануфриев пел, кстати, умер недавно. Помните? В земле санник. Только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вот песня-то хорошая, а вот с этим я его утверждением, что только вот этот вот миг между прошлым и будущим и есть жизнь, не согласен. Жизнь – это не только то, что происходит сейчас. Это ещё и память. И вот, ну, недаром же говорят, что вот народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего. И вот как мы относимся к этому прошлому? И вот я пытаюсь сформулировать свою точку зрения. Знаю, многие не принимают, не разделяют. Всякое мне тут пишут. Доберусь я сейчас до этих постов. Но, когда пишут что-то обстоятельное, рассуждают люди, высказывают какие-то свои мысли, то при всей моей субъективности, а я знаю, что я очень субъективный человек, к каким-то вещам прислушиваешься и иной раз даже меняешь свою точку зрения. Человек что-то такое сказал. Вот увидел то же самое явление другими глазами, А может, его глаза зорче бои. Может, я действительно что-то проморгал. Ну, а в других случаях такой реакции не бывает. Я обещал посты, которые мне присылали. Для этого, собственно, видите, и держу эту доску. Их я напишу. Это не анализ и даже не критика. Я бы назвал это так. Почему мне не нравится Летов и какой я начитанный. Видите, это в мой адрес. Оказывается, Летов мне не нравится, а вот сижу перед вами и изображаю из себя что-то, что вот сколько книжек я прочитал и ужасно этим горжусь. Или какой ужас, что он несёт. Даже комментировать не буду. Пожилой дядька с претензией на интеллектуальность, а мысли формулировать так и не научился. Или ещё. Одет, конечно, тот ещё клоун. Мещанин, сытенький. Ой, знаете, может быть, может, действительно, мещанин. А может быть, даже ещё и сытенький. Любопытно. Геннадий, вас, как и в любом старом дедуле, сидят закоренелые предрассудки и домыслы, которые оказываются в корне неверными, но их переосмыслить вы никак не можете. Ну, этот пост, честно признаюсь, относился не к Егору Летову, рассказывал я там, если память не изменяет, о Велимире Хлебникове, о футуристах в частности, и заговорил об эпохе, в которой они творили. И как вот эта эпоха кончилась, потому что, ну, 17-й год и всякие события. Так вот, оказывается, те события я осмысляю неверно, а человек, который написал этот пост, осмысляет их правильно. Что был подписан замечательный договор с Германией, что Россия вышла из войны и правильно сделала, что предала своих союзников, потому что, потому что, ну, не буду развивать эту мысль. Или мне 35 лет, а я продолжаю слушать Летова. вот на этом посте я хочу остановиться, но давайте остановлюсь не сейчас, а в следующем ролике, потому что просто вижу, что разговор получается долгий, значительно длиннее и дольше, чем я изначально планировал, но не хочется мне торопиться. В конце концов, мы вроде как никуда не опаздываем, а злоупотреблять вашим вниманием не хочется тоже. Поэтому давайте вот на этом мне 35 лет, а я продолжаю слушать Летова, я и остановлюсь. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok